плеозавры это те животные для которых отлично подходит понятие жестокость плеозавры были абсолютно разнообразны и бороздили просторы океана большую часть мезозоя съедая и уничтожая другие виды океанической живности которые к несчастью для них сосуществовала с ними тогда как говорил палеонтолог драгмиллер у них были такие зубы что даже тиранозавр бы закомплексовал их окаменелости были найдены по всему миру от австралии до северной америки и даже из таинственной арктики одним из самых популярных плеозавров арктики является плеозавр функей плеозавр о котором я говорю в сми более известен как предатор икс или хищник икс у плеозавра функей а это его официальное название довольно интересная история изучения особенно после того как он стал популярен под кличкой предатор икс он был найден на острове шпицберген где раскопки продолжались в течение восьми лет до они длились 2004 по 2012 год в течение которых были извлечены два экземпляра этой морской рептилии первый был обнаружен в 2006 году а второй в 2007 теперь после многих лет кропотливого анализа челюсти позвонков и передних конечностей исследователи определили что хищник икс на самом деле является новым видом и официально назвали его в честь бьерна и мэйлис функки добровольцев которые первыми обнаружили окаменелости кости первого найденного предаторы икс включали в себя части передней верхней и нижней челюсти а также фрагменты различных позвонков кроме этого там была почти вся его передняя конечность часть каракоида это такая кость который находится в плечевом поясе а также части гастралии и даже фрагментарной части других ребер к сожалению экземпляры первого предатора икс были деформированы подбородой а некоторые были настолько мелкими что просто было невозможно понять какой частью этого скелета они являются некоторые фрагменты были влажными отчего как только они высохли они начали естественно гнить что усложняет хранение этих окаменелостей да может быть эти окаменелости были и не лучшими фрагментами и во многом даже проблемными однако дайте палеонтологу зуб и он вам скажет что это за динозавр когда он вымер что он ел сколько ему лет и какой прожарки мясо он предпочитал а с предатором икс точнее с оплеозавром функей там было достаточно материала чтобы сделать первые интересные выводы конечно же одним из основных выводов которые сделали специалисты благодаря которому хищник икс и стал известен как хищник икс это его размеры предполагаемые размеры да эти размеры были сделаны до официального описания в 2012 а значит что они были не совсем точными палеонтологи работавшие над этим хищником 2008 году назвали его настоящим монстром который потенциально мог быть одним из самых крупных найденных плеозаврит тогда и определили его длину в 15 метров далее плеозавр функей получил широкую огласку в 2009 году а потом он появился в документалке 2011 года планета динозавров это все лишь усиливало этот эффект популярности предатора икс в документалке планеты динозавров он охотился на маленького плезиозавра кимерозавра сначала наглушил его а затем атаковал снизу как это свойственно современным акулам однако такого поведения у плеозавра функки не было зарегистрировано то есть его окаменелости не говорили о том что предатор икс охотился именно таким образом но подобное поведение можно наблюдать на окаменелостях эромангозавра нет он не назван в честь японской романге на черепах эромангозавра были замечены следы укусов которые вероятно были нанесены крупным плеозавром именно вот такой вот техникой так что мы можем экстраполировать это поведение на поведение хищника икс затем соответственно в 2012 году хищник икс или предатор икс был официально описан и получил официальное имя плеозавр функей специфические различия в зубах и анатомии шейных позвонков говорят о том что это вполне себе отдельный вид интересно то что плеозавр функей на самом деле имеет довольно отличающиеся пропорции конечности по сравнению с другими крупногабаритными плеозаврами у него были довольно длинные передние ласты что делает этот вид уникальным насчет размеров тут все на самом деле сложнее из-за фрагментарности окаменелости мы не можем быть на сто процентов уверены в предоставленных размерах однако сейчас можно более точно предположить его длину несмотря на то что в сми и некоторых других документалках говорили о его размерах в районе 15 метров все же описание 2012 года фактически уменьшила нашего хищника икс до 10 13 метров максимум да не сильно но все же уменьшили хоть оба этих экземпляра были определены как полностью выросшие особи на момент их смерти естественно второй экземпляр все же был крупнее голотипа глядя на размеры шейных позвонков голотипа специалисты прогнозируют примерную длину черепа в одну целую шесть десятых до двух метров во втором же экземпляре прогнозируемая длина черепа колеблются уже между двумя и двумя с половинами метрами что как раз таки и дает диапазон размеров всего тела от 10 до 13 метров несмотря на то что изначальная длина в 15 метров является заблуждением все же нельзя отрицать что 10 ну ладно 13 метров это тоже очень много более того плеозавр функий он же предатор икс и он же хищник икс является одним из крупнейших плеозавридов известных науки нельзя отрицать что это морская рептилия была поистине грозным животным при жизни если повезет палеонтологи найдут более хорошо сохранившиеся окаменелости плеозавра функий что позволит нам лучше понять его размеры историю его жизни и историю его смерти естественно а если вам понравилось это видео то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал и тогда вы сможете узнать больше о истории этой очаровательной морской рептилии да и других очаровательных морских и не только морских рептилий не забывайте то что в описании ссылка на мою группу вконтакте и конечно же помните думать полезно